Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева-Черкесия. Смотрите сегодня в выпуске. Добрый вечер! Сегодня глава Карачаева-Черкесии в Казани вместе с делегацией от Карачаева-Черкесии принимают участие в 14-м международном экономическом форуме «Россия. Исламский мир». Как отметил в своем обращении к участникам форума президент России Владимир Путин, деятельность группы стратегического видения «Россия. Исламский мир» и международного экономического форума «Казань. Форум» и впредь будет способствовать упрощению взаимодействия между бизнес-сообществами России и мусульманских стран, откроют новые возможности для совместных проектов на межрегиональном и межгосударственном уровне. В рамках работы форума в Казани глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов посетил экономическую выставку регионов России и стран. Организация исламского сотрудничества «Раша-Халал-Экспо». От субъектов СКФО и Юга России Карачаева-Черкесия представила свой туристический потенциал и инвестиционные проекты в сфере туризма. Участникам форума продемонстрировали природные, исторические и культурные достопримечательности Карачаева-Черкесии, а также различные виды туризма, которые пользуются популярностью у гостей республики. Кроме того, на выставке презентовали современные объекты туристического бизнеса и гостиничной сферы. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов отметил, что социальная догазификация в нашей республике набирает обороты. Сейчас она полным ходом идет в Зеленчукском районе, а в селе Хусакардоник и хуторе Ляса-Кефарь завершается строительство распределительных газопроводов, после чего жители этих населенных пунктов смогут подать заявки на подключение своих домовладений. Работа по исполнению мероприятий социальной догазификации населения Карачаева-Черкесии находится на личном контроле главы Рашида Темрезова. Здесь стоит отметить, что из республиканского бюджета выделяют субсидию на проведение работ по строительству газопровода внутри земельного участка в семь без исключения заявителям. В рамках социального контракта поддерживают и малоимущих граждан на газификацию внутри дома, и для семи категорий граждан, в том числе и семей военнослужащих участников СВО. Также предусмотрена компенсация затрат на газификацию внутри дома. Карачаева-Черкесия готовится к итоговой аттестации учащихся 9-11 классов. В правительстве республики прошло совещание с участием представителей Министерства образования, здравоохранения, транспорта, а также правоохранительных органов региона. Руководители ведомств рассказали о степени готовности к проведению государственной итоговой аттестации общеобразовательных учреждений, обеспечении безопасности в пунктах сдачи экзаменов и медицинском сопровождении. Кроме того, было отмечено, что в нынешнем году русский язык и математику учащиеся будут сдавать в своих муниципальных образованиях предметы по выбору в республиканской столице. Экзаменационный период с 24 мая по 1 июля. Сдавать основной государственный экзамен девятиклассники будут в количестве 5 616 человек. Всего создано 29 пунктов проведения экзамена по 9 классу. Из них 22 пункта стационарные, это пункты, которые размещены в школе, остальные пункты будут созданы на дому. Что касается ЕГЭ, то в этом году ЕГЭ будут сдавать 1781 человек. Для ЕГЭ у нас создано 15 пунктов проведения экзамена. Сегодня проводится вся необходимая подготовительная работа организационно-технологического характера. Создаются все необходимые условия, в том числе и психологического характера. Наша задача создать комфортные условия для детей для сдачи единого государственного экзамена. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, днём гроза, ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Порывы будут до 11-14. Температура ночью 7-12, в горах до плюс 7, а днём 19-24 градусов тепла и местами до плюс 16. В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Порывы будут до 14. Температура ночью 9-11, а днём 22-24 градусов тепла. В Кисловодском цирке с 29 апреля цирковой мюзикл на воде «Одиссея». Хирургия катаракты. Любой сложности в клинике глазной хирургии доктора Крылова «Окулюсарт». Доваторцев 39А. 43-73-87. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. По поручению главы Карачаева-Черкесии Рашиды Тимрезова, единый штаб по оказанию помощи военнослужащим отправил в военный госпиталь более 6 тонн питьевой воды, а это более 1205-литровых бутылок. Их отправили в военный клинический госпиталь в Ростове-на-Дону, где проходят лечение и реабилитацию участники спецоперации. Всего из Карачаева-Черкесии по поручению Рашида Тимрезова и в рамках работы Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей при участии Единой России уже отправлено более 60 партий гуманитарной помощи общим весом 620 тонн. В республике вспоминали историческую дату. День начала вывода советских войск из Афганистана. С тех пор прошло 35 лет. Среди наших соотечественников достойно выполнивших свой интернациональный долг и славный сын Карачаева-Черкесии Владимир Германбеевич Лоов, который погиб, спасая своих товарищей. Подробнее в репортаже Аллы Динаевой. Солдаты, прошедшие через Афган, представители средств массовой информации и молодежь собрались в актовом зале Дома печати, чтобы еще раз вспомнить о трагической и героической странице истории. Уважаемые афганцы, уважаемые коллеги, мы всегда должны помнить, знать, что наша страна, наша держава, держава и держится по сей день вот на таких ребят, из которых многие отдали свою жизнь ради сохранения нашего государства. Слава таким ребятам! В 10-летнем вооруженном конфликте погибли более 15 тысяч советских воинов, 42 из которых – это жители Карачаева-Черкесии. Среди них и 19-летний Владимир Германбеевич Лоов из аула Малаобазинск, который погиб 20 мая 1986 года. Знаете, он погиб очень трагически. Он вынес четырех раненых и ушел за пятым. И в этот момент он погиб. Своей книге «Багряная луна» и сам Мамчуев посвятил стихотворение Владимиру Лову, которое прочитали молодые люди. На мероприятие были приглашены и родственники погибшего в Афганистане Владимира Германбеевича. Медаль «Семье погибшего героя» вручили его старшему брату. Потому что он был настоящим героем. Настоящим героем с настоящим выходом из афганистского братского народа. Спасибо, что помните народ, не помнящие прошлого, не имеют плющего. Поэтому, дай вам Бог здоровья, что не забывайте, вы сами через все это прошли и знали, что такое. Очень мягкий был. Афганская война шла вовсю уже. Почему они пишут родителям, что они там слушают? Полевая почта есть, полевая почта. Скажи, там слушаю, там слушаю. И дома никто не знал, где он слушал, кроме меня. Рамазан Бадахов – ветеран боевых действий в Афганистане. Он был знаком с Владимиром Ловым. Впервые мы встретились на призывном пункте в Ставрополе, рассказывает он. Потом три дня в поезде Дашхабада, оттуда уже нас раскидали. Потом уже, когда после учебки в Афганистан отправили, я попал в 66-ю бригаду, его там встретил. Там встретились, мы с одного призыва были. Потом неделю там продержали, нас потом раскидали. Он попал в Дашхабада, я в разбитку. После этого меня в другое место, ну на месяц. Потом я когда в бригаду приехал, ну тогда уже сказали, что он погиб. У России великое прошлое. И если чаще встречаться и не забывать наших героев, которые проявляют самоотверженность и преданность родине, тогда у нас точно будет и великое будущее, говорили выступающие. Алладинаева, Расул Бердиев, Вести, Карачево, Черкесия. На 2023 год приходится юбилей нескольких подразделений стражей правопорядка нашей страны. Так, в 100-летие отмечают патрульная служба и участковые уполномоченные. О значимости работы последних в сюжете корреспондента Артур Амкце. Нужны ли населённому пункту участковые сотрудники полиции? Представим ситуацию. В жилой многоэтажке что-то между собой не поделили соседи. Или ушедший из дома член семьи не отвечает на звонки родных. Люди звонят стражам порядка. При наличии опорного пункта полиции участковый в считанные минуты будет на месте. Сможет получить исчерпывающую информацию о случившемся. При необходимости вызовет экспертов того или иного отдела. Вовсе не обязательно тут же отправлять оперативно-следственную бригаду, которая вполне возможно пригодится для раскрытия иного, более серьёзного происшествия. Я не думаю, что без участкового что-то обошлось бы. Я не думаю об этом. Он нужен в работе. А как по-другому? Даже представление не могу иметь в моём возрасте, чтобы не было порядка. Однозначно участковый нужен. Если уполномоченный участковый будет решать проблемы людей, то это намного облегчит жизнь наших жителей. Мухтар Каркмазов трудится в органах правопорядка около 15 лет. Пять из них участковым. Имея широкий спектр обязанностей от рассмотрения жалоб от населения до составления административных протоколов, а также выявления и раскрытия преступлений. Большинство мероприятий, проходящих на обслуживаемой территории, не обходятся без работающего на земле полицейского. Необходимо проехать по адресу, потому что женщина попала в ситуацию, где её супруг закрыл её, и она не может выйти на ключ. Естественно, я выехал на адрес вместе с напарником. Этого супруга мы встретили, выходившись из подъезда соседнего. Он находился в состоянии алкогольного обвинения. Когда дверь к квартиру открылась, оказалось, что заявительница находится под воздействием алкоголя. Кроме того, там же была полуторагодовалая дочь. Так как родители вели асоциальный образ жизни, ребёнка спустя некоторое время изъяли из семьи. В работе участкового немало, так сказать, кастрюльных дел. Впрочем, самое главное, считает Мухтар Каркмазов, уметь находить с людьми общий язык, независимо от обстоятельств. Чтобы хорошо выполнять свою работу, участковый полномочий должен быть подкованным, юридически подкованным, должен знать знание закона, необходимое. И должен быть тонким психологом. Появилась информация о том, что в городе могут работать мошенники, представляющиеся сотрудниками полиции. Задача участкового – рассказать о том, как вести себя во время подобных случаев, куда обращаться, если собеседник вызывает подозрения. Совместно с представителем Республиканского общественного совета МВД Страж порядка обходит территорию и вручает информационные буклеты, попутно интересуясь другими проблемными для горожан вопросами. Участковые на протяжении вот уже сотни лет являются для населения самыми близкими для них стражами порядка, которые готовы прийти на помощь по первому их звонку или обращению. Артур Мухцеллибастанов, Вести, Карачаево, Черкисия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас продолжение фильма «Земский доктор». Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Есть такая профессия – Родину защищать. Я рад, что могу назвать себя защитником Родины. Побеждает сильнейший. Моя цель – служить Родине, а твоя? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова Продолжение следует...